Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня среда, 28 ноября. И после двух месяцев диеты я решила снять финальное видео, чтобы все это собрать в кучку и подытожить. На эту тему я сняла 24 видеоролика. Рассказывала все подробно. И все эти видеоролики будут размещены в плейлисте с названием Диета Огородника. Кто хочет заняться оздоровлением, диетическим питанием, можете туда пойти. И сейчас я расскажу, какие ролики из этих наиболее важные. Их не обязательно все смотреть. Потому что очень много таких подробностей, которые некоторые люди знают сами. Я сейчас расскажу, какие из них важны, какие обязательно нужно посмотреть. Я, как всегда, рассказываю, у меня есть вступление, потом основная часть, и вот сейчас буду завершать. Вступление было в видеоролик «Осенняя диета. Самое вкусное». Это вот именно вот такое вступительное. И его нужно посмотреть, и нужно посмотреть первый видеоролик с теорией. Потому что теория – это очень важно. Перед тем, как начать снижать свой вес, оздоравливаться, нужно теоретически немного знать, чем ты будешь заниматься. Потом восьмой видеоролик был «Ужас лишнего веса», где я рассказывала, что у нас внутри, в наших органах происходит, когда у нас ожирение. Это тоже очень важно. Потом четырнадцатый номер был «Меню на неделю». Посмотреть обязательно. Если кто-то хочет придерживаться этой диеты, я «Меню на неделю» всё рассказала. Потому что люди начинают пятнадцатый или семнадцатый, посмотрят, потом спрашивают. А какое меню? Всё вот это будет в одной куче в плейлисте «Диета огородника», оно и сейчас уже там. Потом восемнадцатое, что резко худеть нельзя. Этот видеоролик тоже обязательно посмотрите, все те, кто хочет, собирается сесть на диету. Вот недалее, как сегодня увидела в интернете видео, диета француженки. Минус тринадцать килограмм за десять дней. Так худеть нельзя, ни в коем случае. Особенно если вы, как дамы возрастные, вот как я, это стресс для организма, тринадцать килограмм скинуть за неделю и чуть больше за десять дней, это неизвестно, как он отреагирует и может кончиться вообще больничной койкой. Неизвестно, что откажет, потому что уже есть какие-то у каждого хронические заболевания, какие-то ослабленные у нас есть места в организме. Не, прошу вас, не ведитесь вот на это заманчивое. Тринадцать килограмм за неделю, семнадцать килограмм за месяц. Ни в коем случае. Я вот в конце вам три главных принципа во время диеты расскажу. И там вот как раз не навредить, не голодать и не спешить. Тише едешь, дальше будешь. Будет намного лучше, эффективнее и вес у вас этот закрепится на дольше, чем вы сбросите тринадцать и он через месяц вернется. Вот резко худеть нельзя, номер восемнадцатый обязательно посмотрите. И вот этот финальный посмотрите, потому что здесь я подвожу итог всему. Можно не смотреть, вот например, чем заменить капусту, как готовлю обезжиренную сметану, это я уже такие подробности просто показывала, которые кто-то не знает, кто-то может быть впервые на диету садится. Потом набор продуктов на неделю, стоимость набора на месяц, это тоже вы можете не смотреть. Теорию посмотрели, меню посмотрели и можете сами вперед. Потом вот как перец фаршированный готовлю, как правильно взвешиваться, какие результаты у меня были за месяц, какие результаты были за неделю, это тоже вы можете не смотреть. Это смотрят только те, кто вот сильно подробно хочет все до мелочей узнать и может быть даже повторить все это. Потом запеченные фрукты, чем можно перекусить, что нужно пить, как я готовлю рыбу. Видите, сколько подробностей я снимала. Но вы, если у вас нет времени, если вы, например, работающий человек, вы можете посмотреть четыре, вот эти пять видеороликов, которые я выделила, этого будет достаточно. Вот у меня, я, подходит второй месяц к концу, я начала худеть, у меня было 107-300, сейчас 98-500. Ну 9 килограмм, вот стабильно 9 килограмм, я уже конкретно долго держусь в этом весе, как я не набираю. И я хотя делаю себе перерывы там неделю, вот две недели сижу на жесткой диете, потом ввожу, ничего это не меняется, я закрепляю вес. Вот 9 килограмм за два месяца, это и тонн многовато, по идее килограмма 2-3 в месяц, но у меня просто, видите, у меня сильно большой лишний вес, мне можно это, у меня много воды ушло, отечность ушла, у меня было и отеки на лице, отеки на ногах, все это ушло, и половина этого ушедшего веса, это, конечно, лишняя жидкость. Но я могла бы и еще 5 килограмм за это время сбросить, вот даже без диеты француженки, я просто этого не делаю, почему, все это я уже объясняла, чтобы не опало сильно лицо, чтобы не висела на мне кожа вот эта лохмотина, такими сумками, чтобы не висели. Я делаю все серьезно, все стабильно, все внимательно, именно со здоровительной целью, чтобы мой организм не сильно понял, что я вот это вот лишнее убираю. Немножко раз, два, три, вот около 10 килограмм уже ушло, но мне есть еще куда работать, я рассчитываю 20 килограмм все-таки за зиму убрать, желаю вам того же. И вот три главных принципа, если вы начинаете худеть, я вот даже выписала, чтобы не забыть, что обязательно не навредить, и не голодать, и не спешить. Голодать почему нельзя? Организм потом отомстит, если вы его сильно будете голодом морить, он потом все равно наберет, я уже объясняла почему. Не спешить это тоже, что резко убирать вес, менять для организма тоже, вот наши весы, наш баланс, он расстроится, он вам тоже потом отомстит. И вот все это, главное во всем, нужно знать чувство меры. И все у вас получится. Еще раз повторяю, не ведитесь вот на эти заголовки, супер диета, минус 17 килограмм, минус 20, супер средства, минус это, минус это. Диета, это очень-очень просто. Вот просто какое-то время, да, убрала я, например, соль, сахар, хлеб, ввела вот эти все продукты, овощи. Вы можете, еще раз повторю, не переносите капусту, делайте гарнир с морковью, делайте гарнир с тушеных кабачков, например. Главное оставить основной костяк. У нас должна быть рыба, курица и говядина, чередоваться в течение недели, и обязательно овощи и фрукты. Но все гениальное, просто ничего не нужно, никаких диет француженок, никаких супер средств, я ничего не пью дополнительно, никаких таблеток, ничего. Просто вот это небольшое ограничение. И я теперь теоретические ролики про диету не буду уже рассказывать, я уже все, вот всю информацию выложила. Кто захочет, тот все поймет, похудеет, сбросит лишний вес, оздоровится. Я просто каждую среду буду по одному блюду выкладывать. Такие блюда я готовлю и употребляю, в то время, когда у меня не жесточайшая вот эта диета бесцелевая. Я сейчас и горячие похлебки вывожу, и всякие там вот тушеную капусту с курицей, и салаты, все-все кушаю. Ну просто единственное, что, как всегда, у меня рыба, говядина и курица. Вот я по дням, как у меня расписано, по тем дням. А гарниры я меняю и добавляю горячие похлебки, потому что горячее питание для желудка очень важно. Хотела еще это сказать. На вот этом, как сказать, на сухомятке на этой тоже долго сидеть нельзя. Неделю-две посидели, вы видели, что там меню без горячих блюд. Я делаю горячие овощные похлебки из тех заготовок, которые сделала осенью, опять же, со своего огорода, а не без уксуса, без всяких добавок, сено и свежайшие, там вот перцы, томаты, там... Ну я вам все по одному блюду в неделю я буду выкладывать. Это очень полезно, очень вкусно. И горячие похлебки, они заменяют прям полноценное блюдо, хотя они там без мяса, без картошки. Очень вкусно. Все, до свидания. Желаю всем нашим женщинам быть красивыми за зиму, оздоровиться. Почему еще эта диета огородника? Потому что огородник летом он всегда занят. Он вечно вот в таком положении, вскрученном, что-то мы работаем. А зима это вот такой благоприятный период, когда мы можем посидеть на диете, оздоровиться, такой, как сказать, и улучшить внешний вид, и улучшить свое здоровье, укрепить, и с новой силой в огород. Все. Всем здоровья, красоты! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!